Да, ну что ж, поскольку тут есть новые люди, я предлагаю, может быть, ты коротенько бы рассказал про себя и про свою традицию, буквально там минут 5-10, вот так вот, чтобы ввести в курс дела, и потом плавно-то перейти уже к плану, и вопросы, тут вот у людей некоторых есть вопросы, тоже как-то сориентируй их тоже, когда они смогут задать, соответственно. Ну что ж, если коротко про меня, то имя моё и так уже всем известно. Я священнослужитель рахманской традиции Путь Саагаста, я изучал ведические писания духовного учителя Раяна Правейслава, около 7 лет он передавал мне те данные, которые сохранились в его роду, которые он изучал, которым он следовал всю свою жизнь, и в прошлом году на празднество Купала он оставил тело, то есть он оставил тело в возрасте больше 100 лет, что тоже показывает кое-что относительно правильности его образа жизни. Рахманская традиция Путь Саагаста началась с того, что 7000 лет назад воплотился Всевышний Наполесье, он дал свои наставления, свои поучения тем священнослужителям, которые его спрашивали, это всё было записано, и это составило цикл писаний, которые называются общим названием «Поучение Саагаста». Этих писаний очень много, основная часть из них сейчас начала переводиться, и скоро, возможно, будет издана. С времён того, как Рахманы спрашивали у Всевышнего относительно тех важнейших вопросов, которые стояли перед ними тогда, и понимание которых важно нам сейчас, когда они это всё записали, когда они начали этому следовать, то получается, с этого и началась рахманская традиция Путь Саагаста. До этого была рахманская традиция Радагаста, другие рахманские традиции, но когда пришло христианство, оно начало уничтожать. Славянские традиции, в частности, была полностью уничтожена рахманская традиция Радагаста. Сейчас в интернете очень много можно найти данных относительно руин города-храма Ретры и тех статуэток, которые там нашли, полуоплавленные. Известно такое? Полуоплавленные статуэтки, на которых было подписано Ратра Радагаст, что показывало их традиционную принадлежность, и, соответственно, там другие были разнообразные надписи, которые указывали на конкретный культ, к которому принадлежало то или иное изображение Бога и имя самого Бога. Поясни, пожалуйста, книги, на которые ты ссылался по исследованиям Ратры, ученых, если помнишь. Так, во-первых, именно то, что касается города Ретры. Ну да-да, уж скоро ты про него сказал. Андреас Готлибманш. Это первый, кто начал изучение статуэток. Сейчас уже огромное количество книг и огромное количество авторов его цитируют и повсячески искажают иногда, иногда со своими интерпретациями дают. В частности, и тот же Чудинов на них ссылается. Да, на них очень многие ссылаются. Но Андреас Готлибманш – это тот, кто первый писал это. Потом Ян Потоцкий писал про это дело. Ну, там были исследователи. Сейчас всех я и не перечислю, да и к тому же особого смысла в этом нету, так как эти книги, как правило, хранятся в библиотеках, и не все из них далеко есть в интернете. А в интернете или в магазинах сейчас только уже есть современные книги, десятки раз переизданные, десятки раз переделанные. И что в них осталось от того, что писалось изначально, уже хороший вопрос. А ты сказал про Ратру. Почему именно про Ратру? И, например, Аркону там есть же еще была тоже. Достаточно крупный такой бастион. Ну и что? А сколько еще было Харадов? А почему про Ратру именно ты сказал? Потому что то была рахманская традиция Радагаста. Коль уже мы говорим о рахманской традиции Саагаста, то надо сказать и о братской традиции Радагаста, которая была. Потому что рахманская традиция Радагаста, по сути своей, это как предварительный вариант рахманской традиции Саагаста. Ну, то есть предшествующая традиция. Да, это прямая. Здесь получается, даже если точнее сказать, не как преемственность, а как в общем есть рахманская традиция. То есть рахманы это высшие священнослужители, которые нацелили всю свою жизнь на осознание Всевышнего и на направление к нему. И как изначальные, самые древние варианты рахманских традиций, была рахманская традиция Прагаста, которая была основана около ста тысяч лет назад. Потом рахманская традиция Асгаста, 24 тысячи лет назад. Просто почему часть всех рахманов объединялась в так называемую рахманскую традицию Асгаста или Радагаста? Потому что они следовали тем предписаниям, которые давал Всевышний, воплощаясь. Он воплотился как Радагаст, дал свои наставления, те рахманы, которые поняли, что надо исполнять именно эти наставления, и именно так действовать объединились, и вот, соответственно, рахманская традиция. А по сути дела рахманская традиция вообще едина. А можешь, пожалуйста, еще пояснить, вот рахманы и в Индии есть брахманы, в чем тут связь, в чем различие? И различие с связь с волхвами и другими, как бы, такими... Кто такие волхвы, определись? Какое у тебя есть понимание слова волха? Ну, жрецы Велеса, насколько я знаю. Да, если дословно Велеса хвалящая, то есть это жрецы конкретного бога, а таких богов еще там полным-полно. И почему именно Велеса, почему не Паруна, например? У Паруна тоже были свои жрецы, и у Стрибога были свои жрецы. У всех основных богов, да и у многих второстепенных богов были жрецы. Были и культы демонов, но это все боги и демоны, это не Всевышний. А Всевышний, он один, хоть он и многопроявленный. Он проявляется во многих проявлениях, но он всегда остается самим собой. И те люди, которые посвящают свою жизнь исключительно тому, чтобы осознать Всевышнего и направиться к Нему, называются Рахманы. Ра – имя Всевышнего. Буквица Гехеры – это еле проявленное что-то из других миров в мире Яви. И Ман – это человек. Также Ман – это человеческое сознание. В других вариантах Ман – это даже человеческое умонастроение. И отсюда происходит как вариант даже название камней, которые могли записывать человеческое умонастроение. То есть очень много слов отсюда пошло. Но суть такая, что Рахман – это тот человек, который всецело своим сознанием направлен к Ра. Они уважают, они почитают богов, относительно с уважением и с нейтралитетом относятся к демонам. Но суть – осознание и направление к Ра. Вот этим Рахманы и отличаются. От волхвов, от жрецов Перуна, от жрецов Стрибога и от других культов всевозможных богов. А Брахманы – это кто? Брахманы – это разновидность рахманов. Ведь в ведах часто Всевышнего называют Рахма или Рамха в разных вариантах. То есть такие разночтения возникли из-за того, что в целях образного соответствия иногда перемещали буквы внутри слова. Соответственно, мы называем Всевышнего Рамха или Рахма, то есть Великий Ра. Ра – буквица Гэхэрэф, что показывает его проявление в мире Яви. И Ма, что означает Великий или Могущественный. Рамха там чуть-чуть идёт уже другое образное значение, но тоже в такой же сути. Но можно же уточнить, что он бог, что он бог богов. И тогда уже получается что? Брахма. Брахма или Брамха. И так индусы и повторяют. Но самое интересное, что когда наши предки ходили наводить порядок в Индию, они им занесли ведические знания. У них были ведические знания с других волн, арийских и дровицких переселенцев. И они по чуть-чуть это всё изменяли. И наши предки обратно с Индии принесли часть имён богов сюда. Поэтому у славян сохранились как первичные имена богов, от которых происходят индусские имена богов, так и вторичные имена, которые были принесены с Индии. И иногда у славян они даже потом ещё изменялись. Поэтому у славян присутствует имя Всевышнего Сива, имя Всевышнего Шива. У славян присутствует имя Всевышнего Рама или Брахма или другие варианты. Рамха, Рахма и, соответственно, потом Брамха, Брахма. Это присутствует всё. Отсюда вою украинское слово Брама, что означает переход. Потому что через Всевышнего, как через Творца, именно и совершили переход искры из духовного мира в материальный. Он и являлся теми воротами, через которые они проявились в материальном мире. Поэтому всё это учтено. То есть, по сути, это стремление к выходу на личностный уровень самого Рамхи? Получается, так? На личностный уровень самого Рамхи в каком смысле? Ну, как идёт же стремление к личности, мы приходим сюда. Правильно? То есть, фактически... Осознание, то есть, самоосознание и осознание Всевышнего. Ну, осознание Всевышнего и выход на тот уровень, что он фактически будет являться не как отцом, а как братом. То есть, я имею в виду то, что уровень такого плана, то есть, ты с ним контактируешь на том же уровне равенства. То есть, ты выходишь как бы из-под его части и становишься ему равным. То есть, такой смысл, соответственно, для дальнейшего продолжения своего Рамхи. Ну, в каком-то смысле... Он тебя перестаёт ограничивать, скажем так. А он нас и так не ограничивает. Нет, я понимаю, что... Мы ограничиваем себя сами. Мы сами себя ограничиваем, но суть как бы такова, что ты выходишь на его уровень и уходишь дальше там. Уже сам решаешь, что, зачем... Отчасти так. Но заметьте, пожалуйста. Вот есть отец. Отец родил сыновей. Он дальше развивается, они дальше развиваются. Рано или поздно каждый из них тоже встаёт отцом. Но ведь от этого они не становятся братьями своему отцу. Отец всегда остаётся отцом. И как бы мы ни совершенствовались, Всевышний всегда останется совершенней нас. Потому что Он тоже совершенствуется, наверное. Ну, Он всесовершенный и так, и в частности Он ещё совершенствуется. Поэтому Всевышний всегда останется Всевышним. Просто для кого-то мы можем стать как богами, для кого-то, может, даже как вышними богами. По сути дела, для искр, которые составляют наше тело, мы и так являемся определённым подобием царя. или отчасти даже как какого-то бога-управителя. А дальше те живые существа, которые доходят до более высшего уровня, они становятся богами планет, богами солнечных систем, галактик и так дальше. Это только в материальном мире, где есть отец и где есть его сыновья, а отец может не развиваться, например, а деградировать, и со временем те искры, которые воплощались как его сыновья, могут превзойти его по развитию. Но Всевышний не деградирует, ему это ни к чему. Нет ни одного ведического писания и нет ни одного разумного довода, который указывал бы, что Всевышний когда-то или где-то деградировал. Или есть противоречия. Ну хорошо. Пока ты в нём находишься, соответственно, он знает всё, что ты знаешь. Я вот именно к этому, к этой позиции вёл. Но когда ты выходишь в тот мир, скажем, в духовную часть самого рамки, то есть ты с ним в одном мире получаешься. То есть проявление материальное, оно же окружено всем духовным, у меня, насколько я понимаю, такое строение, да, получается? В ведах это всё чуть интереснее описывается. Суть такая, есть бесконечный, не ограниченный ничем духовный мир. Даже нет никаких понятий, которые хоть как-то бы его ограничивали. Потому что если мы подразумеваем материальную бесконечность, материальная бесконечность тоже есть. Но на самом деле эта материальная бесконечная вселенная находится в ограниченности. Есть боги ограниченности. В ведах это описывается, это строение вселенной. Это очень ответственная, очень объёмная тема. В планах, да, провести отдельное занятие по миротворанию как раз. И там вот это будет рассмотреть. Со светотворением. Да, со светотворением. Но суть такая, что в этом бесконечном духовном мире есть определённый участок, где была создана материальная природа. И в части этой материальной природы есть определённые лучи от Всевышнего. В этих лучах есть сферические объекты, в которых, как в Солнечной системе или Атоме, по орбитам вращаются, соответственно, планеты или электроны, там вращаются соответствующие объекты. И на одной из таких орбит находится пояс из вселенских яиц. Вот это те мировые яйца, в одном из которых находится наша Вселенная. Она не одна в этом яйце находится? В своём яйце она одна. А там ещё этих яиц неизвестно сколько. Кладка. Многовато, в общем. А в яйце, это немного напоминает сказку про Кащея, где в яйце иголка. Только тут не иголка, а обелиск. Вот такой обелиск, как из дерева делали наши предки, и как из камня вырезали египтяне. Он у египтян назывался Бенбен, он у шумеров назывался Дуку, он в разных вариантах по-другому назывался у других народов. Но суть такая. Это мировой столб, на вершине которого находится пирамида, которая называется Сварга Пречистая. А вот как раз вот эта ось, плоскость, внизу пирамиды, это тот срединный мир, в котором находятся планеты нашего уровня. То есть, в расхожении идёт какое-то у столбу, получается? Это отдельная тема. Я сейчас не берусь даже её и близко развивать. Потому что если я сейчас что-то скажу и не договорю, то возникнет частичное понимание. А из частичного понимания неправильное понимание. Поэтому лучше это разобрать целостно, но потом. То есть, если резюмировать по поводу рахманской традиции, то, насколько я правильно понимаю, рахманы – это те, кто поливают корень дерева, точнее, стремятся поливать корень дерева, вместо того, чтобы поливать отдельные листики его. Или не совсем так? Ну, условно говоря, так. Но они уже не столько поливают этот корень, они сами отчасти являются ответвлениями этого корня. Это уже чуть другой уровень. Было такое вот от тебя предложение в том списке, что разобрать, что такое духовное развитие, что такое деградация. Есть желание разобраться? В ведах даются такие критерии духовного развития. То есть, чем больше человек является свободным и независимым относительно любых материальных или тонкоматериальных объектов, чем больше человек является осознанным и направленным ко Всевышнему, тем более он духовно развит. Чем больше человек является привязанным к материальным или тонкоматериальным объектам, чем больше человек является зависим от материальных объектов или каких-то ситуаций, чем больше человек является в определенного рода спящим, неразумеющем состоянии, тем больше человек находится в деградации. Это если коротко. Понятно, есть какие-то вопросы, есть какие-то несогласия или как? А? Понятно. Простые критерии. Можно для начала самого себя разобрать, а потом и окружающих по ним. Легко это сделать, чтобы определить, кто духовно развит, а кто нет. Это то, что дается в ведах. Это то, что Саагас еще 7000 лет назад предписал. А можешь чуть-чуть буквально основное по поводу осознанности прояснить? Критерии осознанности тоже. Критерии осознанности? Да. Ну что ж, непонятно, или человек самосознающий, или нет. Если человек говорит, вот я хочу поесть мясо, потому что так хочу поесть мясо, вот вкусное оно. Это что, человек самоосознанный, что ли? Он даже не понимает, что хочет поесть мясо. Он даже не понимает, кто он. Он отождествляет себя со своим желудком, с какими-то искрами, которые вследствие своей неправедной деятельности получили воплощение в виде спящих искр, из которых была сгруппирована мертвая материя, составляющая его тело. Но поскольку эта мертвая материя спит, и ей снятся определенного рода сны, которые она проецирует, и эти сны давят на сознание искры, которая является центральной искрой тела, которая является человеком, по сути дела, то получается, что кажется, что это его желание. И не хватает у многих осознанности понять, что это на самом деле не так. По учениях Саагаста и это говорится, что надо разобрать, где лично наши духовные желания, а где желания тех искр, которые составляют наше тело. Ихные желания называются совокупным полем бессознательных желаний и устремлений. И это поле очень сильно влияет на наше сознание. Чем сознание сильнее, тем лучше мы можем отслеживать, где наши, где их желания. Чем осознанность слабее, кажется, ну вот откуда-то взялись какие-то желания, откуда-то взялись какие-то мысли, откуда-то непонятно наши, наверное, если взялись. Вот это означает неосознанность. То есть, по сути, осознанность этого и означает отсутствие вот этих вот привязок и отождествления с какими-то ложными посылами. Осознанность – это означает, когда человек реально осознаёт, что откуда вы берётся, откуда вы это проистекает, как это правильно использовать и так дальше. А когда человек чувствует какое-то желание, и он не осознаёт, где это взялось, он не понимает, как правильно к этому отнестись. И не хочет понимать. А ему и нечем понимать. Осознанности ещё нет. По сути, это получается централизация власти, подчинённых живатому в области сознания. Так? Ну, если на нашу тематику, на наш материальный план провести. Ну, хорошо, можете сказать, что это... Исследование определённой доктрине развития главной живатмы, которая подчинила все вот эти вот тростепенные. Которой они добровольно пошли подчинение. Да, да, да. Это же не то, что главная искра взяла автомат и сказала так, стоять, составлять моё тело. Нет, ну, это понятно, то, что договорились, что развиваемся вместе. А если договорились, если добровольно пошли в подчинение, то будьте добры, подчиняйтесь. Они навязываете свои желания, вследствие исполнения которых и так уже стали кирпичиками, из которых материю строят. Как их желаниям можно доверять? Они уже всё, стали кирпичиками. Они уже потеряли свой изначальный свет. Это идёт фактически подавление их желаний и развитие их в том ключе, которому они доверились. Да даже не то, что подавление, а просто невосприятие. Зачем их давить? Ну, пусть себе желают там ещё. У них своя свадьба, у нас своя. Ну да. Всевышний нам дал их под опеку, они сами пошли. Ну а что ж теперь? Мечтать не вредно, как говорится. Да? Можно? Да. В поучении Аксиагаста есть такой момент, там глава есть о самоистязании. Они бывают душевные, духовные и телесные. Вот. И, ну, душевные – это атеизм, духовные – это атуизм, душевные – это, допустим, ненавистное отношение к другим, какое-то раздражение ещё такое, а телесные – это много чего, но одно из них – это вот табакокурение, алкоголь пить, ну, и употребление алкогольно-содержащих веществ. Я могу сказать на своём примере, что когда через лекции Жданова я полностью отказался от алкоголя, вот, после этого у меня началось, как бы, ну, я поднялся, можно так сказать, на другую степень, как бы, развития, то есть я начал искать вот эти, как бы, духовные практики наши. Но не наши, просто духовные практики. Изначально через индийский, как бы, через индийскую традицию, вот, но потом уже, как бы, перешёл, соответственно, на традицию славянскую, которая ближе и роднее. Вот. И в этом плане, вот сейчас мы говорим о сознании, да, как о необходимом элементе для духовного развития. В первую очередь, для этого, мне кажется, необходимо полностью отказаться и поддерживать трезвый образ жизни. То есть алкоголь, вот, просто, если научные работы будет изучать, он там не только, он в первую очередь уничтожает клетки нашего мозга. Вот. А мозг – это один из таких инструментов, которым Всевышним, да, дан для человека, с помощью которого он может изменять эту реальность, творить, как бы, да, на благо обществу и на благо, соответственно, во славу Всевышнего. По сути дела, мозг – это главный орган человеческого тела. Так как единственное, чем человеческое тело принципиально отличается, например, от тела собаки или свиньи, это хорошо развитым мозгом. У обезьяны также рука достаточно цепкая. Там есть животные, у которых огромное количество биологических преимуществ перед человеком. Собаки лучше нюхают, там, кто-то лучше летает, кто-то лучше видит. Это, ну, это биология, зоология, это неинтересно даже, это общеизвестно. Но у них нет настолько хорошо развитого мозга. Всевышний дал нам этот мозг как своего рода переходник между нашим духовным и душевным сознанием и телом, как то звено, которым можно действовать через это тело. И если человек его добровольно уничтожает, ну, это преступление просто против самого себя в первую очередь, это, ну, такая просто неописуемая глупость и тупость. То есть нам дана прекрасная возможность развиваться, и вместо того, чтобы развиваться, некоторые берут и деградируют. Если на это посмотреть с глубиной точки зрения, это страшная тупость просто тех, которые так действуют. Огромное количество животных, они не имеют такой возможности развиваться, как мы. В своих телах они практически как такие пассажиры, которые идут по воле инстинктов. У них даже особо большой свободы выбора. А у человека есть вообще возможность полностью взять под контроль свое тело. Ведь известно, что сейчас даже все мы, сидящие здесь, являемся только своего рода пассажирами в наших телах. А водитель этой машины под названием человеческое тело, Всевышний. Есть несогласные? А? Или непонятно то, что я сказал? Понятно. Мы являемся всего лишь точками зрения, отдельными вниманием внутри самого Всевышнего. Не совсем так. Ну, может быть, не совсем так. Вот есть наше тело. Наше тело состоит из искр. Изначально равных нам абсолютно. Но вследствие своей неправедной деятельности потухших. Аревачи, арийцы, индоевропейцы, имеют 16 каналов взаимодействия с окружающим миром, которые в инглиизме называются энергоны. А мертвая материя имеет только один канал – сон. Мертвая материя – это такие же искры, но которые потеряли свою самосветимость. И из них построили практически всю эту Вселенную. В частности, атомы и другие объекты, из которых состоит наше тело. Но как они сопряжены, как это все действует, мы даже сами не знаем. Мы этим не управляем никаким образом. Этим управляет Всевышний. И мы вот хотим поднять руку, наше желание идет к нему, и он дает команду на самом деле, чтобы это случилось. То есть, тем же ватмам, которые составляют мышцы, как мы говорим. Кто из вас контролирует процессы пищеварения? Кто из вас контролирует процессы кровообращения? Есть такие? А кто тогда эти процессы контролирует? Или хотите сказать, они просто так, сами по себе там идут? Ну, а в животме, или как правильно называется, главная в животме в основном, это живо, да? Главное, где и когда. Ладно, я перефразирую. Ну, у животмы есть какая-то своя воля тогда, хотя бы какие-то возможности влиять на... У какой животмы? Которая... У центральной искры тела, или... Да. Да. Ну, у нас же есть желание что-то делать. И вот мы это желание передаем Всевышнему, и Он дает команду нашему телу. Потому что мы сейчас не знаем, как наше тело работает. А если мы не знаем, как оно работает, то как мы можем им управлять? Мы им не управляем. Мы вот как пассажир в машине, который говорит, хочу туда. Просто как какой-то такой вот ребенок, который даже не представляет, как это все действует. Он в окошко показывает пальцем и говорит, хочу туда. А водитель уже решает, как лучше туда подъехать, как это лучше все сделать, как чтобы машина не развалилась, как так-сяк. Те, кто занимаются духовным развитием, это и в славянской, и в индусской, и в египетских, и в других традициях было, есть и будет. Постепенно под контроль дыхания, постепенно под контроль работу сердца, постепенно под контроль работу пищеварительной системы, кровеносной и других. Как йоги могут не дышать годами? А? Как это возможно? Факты этого есть, факты научно доказаны. А как это может быть? Как такой процесс возможен? Кто скажет? Другой уровень потребления энергии. Ну и что? Можно крутить генератор или ставить внутрь батарейку. Ну и хорошо, можно и генератор крутить, и батареек 20 поставить, реактивный генератор поставить, холодного синтеза, и что с этого? Нет, я имею в виду, что они потребляют энергию с внешней среды совершенно другим образом. И не только в этом. В частности, даже не потребляя энергию, они могут просто искром своего тела сказать, так, берите кислород сейчас, используйте его как надо, дальше не размножайтесь, ничего не делайте, несколько лет спокойно посидите. А я пока сбегаю в высшие миры, поучусь, как вас лучше развивать. Тело остается в том же самом виде, в каком было. Соответственно, так. Та же самая заморозка. Только самадхи, как называется, или это что-то другое? Ну, своего рода, да. То есть, это уже первая ступень к контролю своего тела. Боги намного лучше контролируют. Боги практически полностью контролируют свои тела. И это при том, что их тела это уже планеты и так дальше. Да, понятно, некоторые находки, которые делали в Калуге, по-моему, где-то, не помню, нашли в торфянниках, нашли хранение, которое несколько миллионов лет, и там лежали тела практически сохраненные в какой-то жидкости. А я еще слышал такое, что там археологи кого-то откопали, от пыли отряхнули, он встал, пошел, как ни в чем не бывало. Я это когда-то еще давно слышал или читал где-то, уже даже особо не помню где. Ну, то есть, такие данные есть. Не знаю, насколько они достоверные, я рядом не стоял, этого не видел. Но теоретически, в этом нет ничего удивительного с той точки зрения, что те, кто научились контролировать свое тело, могут отдать любую команду своему телу. И так же и зубы там выращиваются, и все остальное делается, так понимаю, да? Они могут что угодно с этим телом уже сделать. Они могут его трансформировать в любое другое тело. Откуда вот это оборотничество, что там князь пошел, взял соколом полетел, взял волком побежал, там муравьем куда-то пролез. Откуда вы это все? Это уровень осознанности получается. Просто он мог свое тело, он мог дать такую команду, что вот эта пустота, которая составляет большинство тела, она более так, группируется, и из большого человеческого тела получается маленькое тело муравья или еще меньше. Он прошел во вражескую крепость, и все, обратно. И порезал всех врагов. Есть такое в наших народных сказаниях, в былинах и так дальше. Конечно. Но, соответственно, если это есть, то или люди, которые это писали, полные придурки, такую бредятину понапридумывать. Или у этого должна быть какая-то научная нормальная основа. И научная основа этого и является постепенное духовное развитие и постепенное развитие своей осознанности и осознанной жизни, осознанного управления своим телом, осознанное управление своими желаниями, осознанное стремление туда, куда нам надо, именно нам, а не кому-то, а не каким-то искрам, которые составляют наше тело, а не какому-то правительству или там клубам всяким, трехсот, двухсот, хоть шестисот. То есть с этим понятно? Есть ли еще какие-то вопросы по тому, что касается духовного развития, что касается деградации? Один из аспектов, зависимость от тонкоматериальных объектов. Конечно. Поконкретнее можно? Конкретнее. Что такое вообще тонкоматериальные объекты? Кто скажет? Мори существа. Ментал. У нас сильная зависимость от них. Мои формы. Тонкоматериальные объекты. Это чувства. Это мысли. Это какие-то наши желания. Это все, что является рядом с нашим сознанием, в нашем уме. Это все, что является рядом с нами. Но это мы не можем потрогать рукой. Нам и существа сюда прекрасно относятся. Наши отношения с людьми сюда относятся. Потому что некоторым людям тяжело отказаться, например, от мяса. Потому что их не все друзья едят мясо. И они говорят, я сохраню дружбу. И лучше буду деградироваться. То есть, а почему отношения? Это тоже один из видов тонкоматериальной связи. Какие-то эмоциональные привязанности к противоположному полу. Сейчас уже в некоторых однополые разные эмоциональные привязанности появились. И так дальше. Это деградация. А некоторые просто привязываются к кошечке, к собачке своей. Понятно? Понятно, что от этого надо отказаться. Или кто-то считает, что привязанность к какой-то блохастой собаке это то, что надо. И надо это развивать. К человеку если привязанность идёт. Да, соответственно, можно остаться на этом же уровне. И десятки жизней воплощаться человеком. Воплощаться, воплощаться. Воплощаться, воплощаться. Пока мы не устанем и не станем такой же блохастой собачкой. Потому что не получится у нас висеть на одном и том же уровне. Духовное развитие — это как восхождение в гору. Если мы останемся и на одном месте зависнем, то рано или поздно или крепление сорвется, или что, и мы полетим вниз. Потому что закон притяжения одинаков, что в материальном, что в духовном аспекте. И когда мы не делаем усилия, чтобы подниматься вверх, рано или поздно нас тянет вниз. Как же тогда семья, это же своего рода тоже привязанность, в неправильном понимании, да. Но если взять ведические описания, то там станет ясно, для чего наши предки объединялись в семьи. И что, по сути дела, это не какие-то привязанности, не какие-то половые сношения, а это помощь с разных сторон в духовном развитии. Женщина помогает мужчине в духовном развитии, как она может. Мужчина помогает женщине в духовном развитии, как он может. Для того, чтобы иметь возможность еще раз воплотиться и исполнить какие-то свои недоделанные дела, отработать карму и так дальше, они рождают побольше детей, чтобы их народ так или иначе сохранился. То есть в этом нет ничего животного, в этом нет ничего эмоционального или неразумного. Все хорошо просчитано, даже число детей, или 16, или 18, это просчитано, чтобы с любой точки зрения хоть какая-то из веток рода сохранилась, чтобы хоть где-то, хоть как-то была возможность воплотиться. Иначе просто нам могут сказать, а чего, вот вы сами не размножились, нету ваших потомков, чего мы должны вам давать возможность среди нас воплощаться. То есть по сути... А если долго вот так вот висеть, и ни в каком роду не воплощаться, боги кармы могут сказать, ну тогда заново иди весь путь. То есть по сути мужчина и женщина строят телегу, которую сами потом и везут. Ну в каком-то смысле так. И как было у наших предков? Как правило, женщины не то, что там плакали за мужем, который идет на войну, не то, что там это самое. Совершили все молитвы и с радостью знали, что он исполнит свой долг. Это христиане его так вот вели, ой умрет, ой там помрет, и так дальше. Да, а как же я? Как же я потом буду? То есть здесь даже не столько волнение за мужа у женщин начало проявляться, сколько эгоизм личный. Но это введено христианами. Когда начали вводить, что вот, это жизнь, а дальше или ад, или рай, ну уже все. Что такое рай, непонятно. Там очень хорошо, очень так хорошо, хорошо. А что это такое, ни один христианин рассказать не может. Вот если целенаправленно поймать христианского попа и сказать, а как вообще в раю? Что там? Божья благодать. Вот так. Говорят, что там какой-то Петька с ключами перед дверями стоит, думает, кого пустить, кого не пустить. Еще там где-то чего-то. Ну конкретно описать рай, им тяжеловато. Зато как заходит речь про ад, вот тут каждого чертенка поименно назовут. Чуть ли идентификациозный код его не перечисляют. Каждый казанок скажут, кто в каком казанке, какой температурой там, за какие грехи. То есть это они... Ну, я не знаю. Им зарплату можно не платить, только дать возможность про ад рассказывать. Соответственно, и возникает вопрос, а что им ближе тогда? Откуда пришел-то, кто их знает? Если рай для них это там, ну хорошо, хорошо, как-то непонятно где-то, а вот ад в деталях, весь распишут. Есть такое или нет? Кто с этим лично сталкивался? Ну вот просто надо какого-то Папа поймать и допытать хорошенько. Допытать в украинском понимании этого слова. По-украински пытать, это то, что по-русски спрашивать. Я не призываю к издевательству над христианским культовым служителем. Сразу говорю. Чтобы не возникло никаких неправильных пониманий. Я к экстремизму не призываю никаким образом. Следующий вопрос, который был поставлен для освещения и разбирания. Это основные принципы и правила духовного развития в четвертую долю. У кого есть желание сказать своего понимания этого вопроса? В любом случае. Полностью. То есть, что в твоем понимании является основными принципами и правилами духовного развития в четвертую долю? Или вообще, как кто это понимает из присутствующих? По сути, надо осмыслять и развязывать все кармические узелки, которые ты сам же и завязал. То есть, переосмысление собственной жизни ведет к переработке той же самой линии дальнейшего движения. То есть, ты сам себя меняешь и меняешь свой путь, по сути? Отчасти так. То есть, новая точка зрения возникает и, соответственно, под нее и путь. Отчасти так, но это достаточно еще так как-то. Нет, по-разному. То есть, на самом деле, в ведах объясняется, что основные принципы духовного развития в нынешнее время, это в первую очередь следование девяти основам духовного развития. То есть, девять основ, это я уже многократно говорил, если надо, могу коротко повторить. Надо. То есть, отказ от незаконных, нецелесообразных убийств, отказ от самоодурманивания, отказ от вступления в незаконные половые отношения, отказ от лжи, проповедь истинных знаний, развитие своего сознания, размножение достойного потомства и помощь всем живым существам в их жизни. И цель этого всего осознание и служение Всевышнему. И самый тот лучший метод, который напрямую приведет нас к цели и укажет нам верный путь и будет для нас этим путем, это воспевание святых имен Всевышнего. В ходе воспевания святых имен Всевышнего, во-первых, мы задействуем свой ум, с которого мы их берем и повторяем, во-вторых, мы задействуем речевой аппарат и, в-третьих, слуховой аппарат и, соответственно, опять ум, то есть кольцо замыкается. Также мы задействуем руки, когда перебираем четки, также мы задействуем обоняние, когда зажигаем какие-то благовония, и задействуем зрение, когда перед собой ставим образы Всевышнего или какие-то священные знаки. В общем, это все называется манкарая, ман, человеческий ум, ко-ра, то есть всецелое направление своего сознания к Ра. Ра есть свет, соответственно, в свете тьмы не может быть, и когда мы направляемся к нему, всякая тьма, всякое невежество из нас исчезает. Ну, если коротко так. Ну, вот этот вопрос, что такое мужские обязанности и для чего их следует исполнять. Я думаю, что все здесь присутствующие понимают, что исполнять мужчинам надо свои обязанности, а не женские, и не животные, и не еще чего-то. Так же ж? А кто-то может сказать, что вот, а кто эти обязанности придумал, а зачем вообще это все? Может, я типа ничего не хочу исполнять, я ничего никому не должен или не должна? Да не должен. Нет, конечно же. Но воплотился, значит, уже что-то должен. Хотя бы своим предкам, которые обеспечили возможность воплощения. Дышишь воздухом, уже должен Богу воздуха. И так дальше. То есть, с одной стороны, мы свободны и ничего никому не должны, с другой стороны, долгов у нас со всех сторон хватает. Просто надо правильно понять соотношение этого всего. И это не как то, что вот давайте, исполняйте все эти 99 обязанностей, иначе сейчас гадюками посыплю, в ад загоню и в казанке жарить на медленном огне буду. Это не так. Это просто. Вот видите, есть определенные предписания, исполняя которые, можно духовно развиваться и в материальном мире относительно нормально жить и даже успешнее и лучше, чем те, которые не следуют этим критериям. И потом обеспечить для себя духовное восхождение и будущее. Хотите? Вот эти пункты, можно их разобрать, можно изучить, можете им следовать. Можете просто послушать и потом решить, да не, мне это не надо, и там водка, и запица, и так дальше. Это выбор каждого человека. Мое дело просто сказать, пойдете туда, получите духовное развитие. Не пойдете туда, пойдете в сторону деградации, голову потеряете. Практически как на том камне, который в сказках упоминается. Вы читаете музыку. Нет, с этим у меня еще сложновато. Иногда относительно кое-что получается, но пока я не могу сказать, чтобы я уже профессионально их читал. К сожалению, пока нет. В частности, по тому же вопросу, откуда вы эти предписания и так дальше, был, да вернее он и сейчас есть, среди богов, великий мудрец Арви. Индусы называют его Нарадамуни. Слышали, может, про такого? Это божественный мудрец, тот, который создает разнообразные ситуации для лучшего духовного развития как богов, так и людей, так и других их живых существ. Иногда эти ситуации он создает настолько запутанными, что кажется, что он как среди богов интриги какие-то пройдет. Но на самом деле он исполняет план Всевышнего и делает все, чтобы все духовно развивались самым лучшим образом. Чтобы не засиживались, не застаивались, а чтобы шли вперед, вперед и еще раз вперед. Он любит помогать в духовном развитии и брать под свою опеку тех, которые имеют наибольшие духовные перспективы. В частности, около 7 тысяч лет назад, когда на Земле был воплощенный Саагас, были воплощенные другие боги, и от Велеса произошел полубог Геракелеш, известный у этрусков как Геркле, или как Геракл, у римлян, Геркулес у греков. Он же был известный и у индусов, и у иранцев, и у других народов. Он сын Велеса и обычной женщины, поэтому он не бог полноправный, а полубог. Но он первенец Велеса, поэтому у него есть определенные преимущества перед законнорожденным, но не первым сыном Велеса перед Индрой, который в результате стал преемником в определенном смысле Велеса. Не буду рассказывать всей предыстории, об этом можно почитать и в индусских писаниях, и скоро, надеюсь, будут изданы наши, где-то все будет описано. Суть в другом. У Геракелеша был сын. Этот сын родился вдалеке от Геракелеша. Жена Геракелеша, Коянгада, родила его в том, что сейчас можно назвать монастырем, или в том, что в древности называлось Окрам, то есть окремое место, где жил мудрец Арви. Этого сына назвали Арди или потом за то, что он не убоялся огня и в огне ему ничего не случилось, а наоборот он излучал Прохладу, его назвали Прохлада. О нем известно очень много в индусских писаниях. Слышали про такого? Так вот, князь Прохлада еще в раннем детстве, когда он фактически только научился говорить, начал спрашивать у мудреца Арви наставление относительно праведной жизни. И получилось так, он у него спрашивал, спрашивал, Арви ему кусок сказал и говорит, ну вот все. Он говорит, не, мне надо детальнее, мне надо лучше, потому что у него великое было стремление к духовному развитию. Тот ему второй кусок сказал. И так, в общем, он наговорил 99 пунктов, которые предписываются нормальному человеку, который хочет духовно развиваться. А из какого сословия, или это не принципиально? Не принципиально. Принципиально. Это предписывалось князю, так как прохлад был князем. Но князья это были лучшие из людей. Соответственно, сейчас лучшие из людей это те, кто осознали хоть то, что им надо заняться самоосознанием. Соответственно, здесь я не вижу алкашей, не вижу каких-то других таких личностей. Поэтому это предназначено как раз для нас. Понятно? Первое. Отец тебе, Бог, и исполнение воли Его священно, и не может быть отменено твоей волей. Это первое наставление, которое показывает, как надо относиться к Отцу. Второе наставление. Мать тебе, Богиня, и преданность ей, естественно, посему, люби ее, и приноси ей радость своими достижениями. Третье. Верность Богам неоспорима, верность Богам необходима. Относительно этого пункта Раян Правеяслав, мой духовный учитель, говорил, что здесь под словом Боги надо понимать и как своих предков, так и всех Богов Вселенной. И вот, то есть, верность Богам должна быть абсолютная, как сказано. И не просто потому, что это так вот кому-то хочется. Например, тем же Богам, чтобы все им были верны. Нет, а потому, что это необходимо для нашего духовного развития. Они более духовно развиты, чем мы, они прошли наш путь, и они поднялись выше. Поэтому они, это те, кто имеют тот опыт, который нам надо только нарабатывать. И слушая их, исполняя их наставления, мы можем намного лучше развиваться, чем сказав, да нет, я буду действовать сам по себе. Это ж понятно, или как? Четвертый пункт. Стремись познать мир, накапливая ведомости о его действии. Тоже здесь имеется в виду речь о изучении различных гиплин, научных, географии, биологии. В частности. Ну, в том числе, да. Да. Пятое наставление. Служи родителям и другим богам своим. То есть, здесь опять родители описаны как тоже наши боги. Но в ведах дается еще те условия, при которых родители в действительности могут считаться богами, и абсолютное послушание им тогда необходимо. Но если это не соблюдено, тогда родители не могут считаться богами. Это хотя бы те четыре критерия, которые предписаны в ведах. То есть, соблюдение девяти основ духовного развития, самоосознанность, осознание высшей цели, способность передать свое сознание детям. То есть, если эти четыре способности у родителей есть, мы обязаны почитать их как наших богов, исследовать всем их наставлениям. Если у них этих способностей нету, значит, соответственно, что-то мы должны исполнять из их наиволи, что-то нет, понимая, что они тоже далеко не всегда бывают правы. Шестой пункт. Глубочайше почитай дедов. Седьмой пункт. Поддерживай свое тело в чистоте и надлежащей трудоспособности. Восьмой пункт. Умей пропитаться тем, что дает природа и корова. Девятый пункт. Защищай своих сестер. Десятый пункт. Не допускай издевательства над низшими живыми существами. Одиннадцатый пункт. Готовься к обрядам и празднествам как к возможности личного общения с Ра. После этого в Писании говорится так. Мудрец Арвис сказал, о будущий князь, соблюдай сии одиннадцать предписаний и ты будешь достойным княжичем и цветом княжеству Герекелеша и Каянгоды. прохладно это ответил слава слава тебе о божественный духовный учитель. Я лишь прошу твоих предписаний и прошу чтобы ты сообщил мне как я могу развиваться дальше и как нам установить тот тип отношений который между нами должен быть. Дальше он говорит так ты мне не отец но я воспринимаю тебя как Бога дай же мне наставления которые могут регулировать наши отношения если на то есть твоя милость. То есть получается сейчас все стараются наоборот поменьше каких-то наставлений поменьше каких-то предписаний а он наоборот ему дали одиннадцать наставлений он говорит не-не-не давайте еще и не в какие-то простые там он начал как там то сделать как это а он начал интересоваться какие же у человека отношения как это все регулируется как дальше развиваться ну соответственно мудрец продолжал духовный учитель более важный Бог чем отец так как отец дает путь в мир а духовный учитель дает путь к Ра Веда важнее матери так как она мать всем матерям пояснение к этому пункту идет такое что Веда это вселенское знание а без знания как правильно зачать невозможно никакого зачатия то есть материнства поэтому как Веда это всем матерям мать 14 пункт исполнив надлежащие обязанности перед отцом матерью и другими родичами отрок должен оставить их и уйти к духовному учителю чтобы потом вернуться в свой род на новом уровне развития 15 пункт 15 пункт 15 пункт горы горы карпатеры которые сейчас называются карпаты и лапы которые сейчас называются альпы стоят поддерживая небеса и как пард кидается на оленицу будучи забытой своим другом парды это такая разновидность больших котов которые использовались нашими предками и для охоты и для войны известно что-то кому-то про них или надо рассказывать аля гепарды нет не гепарды а именно просто парды о них в летописях говорится а в каких например даже в тех у которых описывается Ярослав Мудрый так сказать Мудрый у него тоже был такой кот это не кот ученый это скорее кот охотничий это большой кот которого брали на охоту которого брали на войну который был размером где-то с льва или тигра но когда его где-то забывали он мог начать нападать на оленицу или другое животное и вот здесь говорится что когда друг забывал своего парда где-то в лесу то тогда он кидался на оленицу потому что был голодным наши предки считали их своими друзьями а не собственностью это сейчас как хозяин там и это вот а они воспринимали этих животных как практически равноправных а чем кормили их тогда? оленицу нет в случае если забывали их в лесу да мясо-то где-то надо было брать надо было у нас сейчас что? четвертая доля основление где? 99 пунктов развития а не урок по разведению животных которых сейчас уже и нету а последний парк был уничтожен по-моему там в 18 веке что ли или в 17 веке я не знаю этой статистики но они жили достаточно долго пока их просто не начали уничтожать их начали уничтожать с приходом христианства и о них есть данные что да до последних веков они сохранялись казаки есть данные что сохраняли их там где амаранты там и эти киски 17 все что связано с духовным учителем ученик должен воспринимать как священное и сохранять непоколебимую верность учителю и его наставлениям 18 ученик должен проявлять заинтересованность в познании и просить у духовного учителя наставления и их разъяснения никогда не думая что он все понял и осознал наравне или лучше чем духовный учитель он должен смиренно просить у духовного учителя пояснения и наставления с чистым смирением спрашивать о надлежащих усилиях приложив которые можно получить эти наставления ни слова отца ни слова кого бы то ни было не может быть поставлено выше слова духовного учителя ибо рахман человек от ра хоть и не сам ра кто такие рахманы мы уже разбирали то есть рахманы это высшие священнослужители но в древних писаниях идет также такое что словом рахман в зависимости от написания самого слова мог называться не только высший священнослужитель но и представитель рахманского рода а также любой священнослужитель высших каст священнослужителей и любой человек занимающийся духовным развитием просто писали через другие буквицы или соответствующими значками показывающими что это уже не высший рахман а что это так или иначе стремящийся к этому человеку тоже можно найти сказания о том как христианские монахи ходили к рахманам получать мудрость можно найти другие данные обо всем этом это не секрет данные о рахманах есть и это общедоступно в частности даже во многих фамилиях сохранилось слово рахман есть такое рахман и в частности следует вырезать восемнадцать лучших из них и поднести ему 21 время обучения наиважнейшее время в жизни человека посему в это время не следует отвлекаться на какие-либо другие цели или действия кроме обучения и познания высшей истины 22 когда учитель объявит о завершении обучения поднеси ему великий дар уважения своего и любви своей наложив это на определенный предмет группу предметов или действия которое необходимо надобно или желаемо духовным учителям то есть как правило это была или свободная форма подношения когда учитель давал возможность совершить то подношение которое ученик сам хочет или например в зависимости от потребностей учителя или то что он сам скажет чтобы ему поднесли в ведах это тоже описывается но уточняется что это должно быть величайшей любовью и уважением само такое действие называется дар шана шана это как уважение и любовь одновременно это слово до сих пор сохранено в украинском языке что такое дар тоже понятно дальше Арви сказал о молодой прохлад исполни сии наставления и ты будешь успешен между отроками и молодцами и твой дальнейший путь вверх станет неотвратимым прохлада сказал я не способен осознать глубину слов твоих и уверен что имея лишь сии наставления я не смогу продолжить жизнь достойную твоего ученика прославляя твое восемнадцатое наставление я молю о том чтобы ты указал на те усилия которые я должен приложить для того чтобы мне открылись остальные наставления и предписания из твоих проведатных уст Арви сказал прими обет неуклонно следовать сиим наставлениям и ты узнаешь остальное прохлада сказал во славу твою и во славу вышнего сверхбога ну соответственно идет продолжение двадцать третий пункт уйдя от духовного учителя вернись к родителям и послужи им перенимая их суть двадцать четвертый пункт оставь их поднеся им подношение и с готовностью вернуться и служить им при необходимости и создай свой дом двадцать пятый пункт пусть твой дом будет крепким и отцовскому подобен и дом этот это не только стены он состоит из всего того что будет необходимо жене для зачатия и рождения достойного потомства двадцать шестой пункт учись у всех кого увидишь на основе знаний полученных от духовного учителя перенимай и усваивай все знания и умения необходимые для дальнейшей жизни и духовного развития двадцать седьмой пункт поединослужбу к соответствующему человеку или сам займись деятельностью которая сможет принести окружающим тебя и в благодарность за которую они будут подносить тебе дары свои от которых ты получишь пропитание и возможность укрепления дома своего начинай с малого но не останавливайся на этом когда ты полностью постигнешь простое и в совершенстве сможешь исполнять сие переходи на следующий уровень постоянно совершенствуясь двадцать девятый пункт никогда не переоценивай свои силы и над решениями думай настолько сильно насколько сие решения для тебя важны тридцатый пункт помогай родным и старайся вести свои дела совместно с ними но никогда не с их врагами тридцать первый пункт раз в год возвращайся в окром духовного учителя и принося ему пожертвования принимай наставления от него которым ты в дальнейшем будешь следовать оставайся у него на девять дней служа ему верно и поднося три девятых от того что пришло к тебе за праведные труды твои тридцать второй пункт а одну девятую отдавай князю а столько же на волховные то есть здесь идет как своеобразная древняя налоговая система тридцать третий пункт познай науку поиска жены и найди туч что была с тобой в прошлых жизнях и должна быть по сути своей и твоей или смиренно прими ту которую приведет отец или укажет духовный учитель тридцать четвертый пункт в надлежащий день встань с ней перед двумя родами и дай обеты которые потом станут для тебя такими же обязательными как те которые определяют смену дня и ночи имеется ввиду что-то типа венчания да получается своего рода да обряд в ходе которого даются те обеты которые для человека потом являются неотвратимыми то есть приводится пример что как те правила по которым изменяется день и ночь неотвратимы и не может что-то измениться так и этим правилам надо следовать не отступая от них очень кстати такой мощный пример проведем в сравнении обетов со сменой дня и ночи то наука поиска там сохранилась 34 правила ну определенное предписание есть 35 пункт сойдись с ней как отец или рахман ухажет и призови из рода своего того кто нужен в зависимости от целей потребностей или наставлений рахмана или отца лучших худших или имеющих качества нужные именно в это время или при соответствующих обстоятельствах то есть имеется ввиду что когда-то надо лучших призывать когда-то надо когда все хорошо наоборот стараться худших призвать чтобы помочь им развиваться а когда-то просто воинов если война там надвигается или еще что-то соответственно это тоже отдельная наука соответственно практически 36 пункт пусть не знает жена твоя нужды в предметах предписанных иметь ей и нужных для праведной и чистой жизни 37 пункт передай же жене своей основы науки которую тебе дал рахман но не требуй от нее полного понимания и не упрекай ее а давай ей сие знания с такой же спокойной целеустремленностью и настойчивостью с которой отец учит свою дочь ходить 38 пункт понимай ее как часть себя значит ее радость это радость твоей части и соответственно ее боль это отчасти твоя боль 39 пункт защищай жену свою как пард парду которая родила котят чтоб знала жена твоя что нет возможности греху и злому умыслу подступиться к ней или детям ее здесь Раян Провислав часто любил давать такие пояснения что когда женщина даже на подсознательном уровне чувствует что есть возможность каким-то негодяям навредить или ей или ее детям то соответственно у нее нет особого внутреннего желания особой склонности даже не то что к воспроизведению праведного потомства а вообще может от страха начаться бесплодие то есть объясняется что от страха может начаться бесплодие и как примеры этого сейчас очевидно и есть что в тех странах где развито беззаконие которое сейчас наоборот считается венцом цивилизации когда творится ну то что сейчас творится на западе и так знаете то там соответственно и бесплодие и это как одна из причин незащищенных женщин то есть да сороковый пункт не принимай вторую жену если она не мела первой но если принял жену помимо первой то пусть будут они сестрами и первая суть старшая сестра вне зависимости от лет жизни ее и количество лет жизни других жен то есть сороковый пункт разрешает славянам многоженство до каких пор это не указано однако в других ведических писаниях есть наставление 41 пункт. Только будучи в полном трехуровневом достатке, жена сможет достойно воплотить детей твоих, посему ты должен создать его. То есть здесь указывается на трехуровневый достаток. На высшем духовном уровне просвещать, на тонкоматериальном уровне и на физическом уровне. 42 пункт. Не вступай в битвы, не имеющие важности великой, но храни жизнь свою, ибо ты должен вскормить детей своих и дать им направление кора. Но не уклоняйся от сечи лютой, если враг на пороге твоем. 43 пункт. Строй жизнь свою и жен своих исключительно, как предписал духовный учитель твой, но в случае необходимости иди к нему и проси еще наставлений, или проси наставлений от преемника его. 44 пункт. По взятию жены и зачатию детей можно отдавать учителю лишь одну девятую от приходящего тебе за труды твои, но пребывай в окроме с ним не менее девяти дней, или столько же служи ему, как он наставит тебя на сие. Девяти дней за год или за сколько? Ну за год, очевидно. Там в предыдущем писании указывалось, что за год. И одна девятая это достатка за год тоже получается, грубо говоря. Ну не указано. 45 пункт. Помни, что препятствия на пути твоем важны и прекрасны для тебя, так как они научат и укрепят тебя. Но не стремись к ним, однако иди своим путем и не сворачивай, и не уходи от них, но успешно преодолевай их, и иди вперед смело и уверенно, трудясь и уповая на волю Ра. Вообще этот пункт один из самых прекрасных, которые здесь описаны. Если в него вдуматься. Во-первых, говорится, что препятствия важны для нас, и что наоборот даже хорошо, когда они есть, так как они помогают нам в развитии. В то же время указывается, что мы не должны особо стремиться к ним. Те, что нам нужны для развития, нам и так придут. Мы просто должны идти своим путем, никуда не сворачивая с него. И соответственно, те препятствия, которые есть, мы их должны успешно преодолевать. Также здесь указывается, что мы должны идти смело и уверенно. И одновременно здесь говорится, трудясь и уповая на волю Ра. Потому что одни люди сейчас говорят, нет, надо только трудиться, потому что если сами себе ничего не сделаем, ничего и не будет. Другие говорят, нет, надо только молиться, потому что если Боги не дадут, то и ничего не будет. А здесь говорится, что надо одновременно и трудиться, и понимать, что всё-таки на всё воля Ра. То, что мы должны приложить усилия, это зависит от нас. Но что из этого получится, зависит только от него. Хотя нам надо стремиться к самым лучшим результатам. В ведах везде говорится, что мы должны стремиться к самым лучшим, к самым качественным результатам. 46 пункт. Приняв результаты трудов своих, можно удовлетвориться ими и остановиться в развитии. Ибо удовлетворение тем, что есть, и нежелание большего, и есть остановка на пути. Посему нужно внимательно подумать и решить, идти дальше в том же направлении или перенести движение на новый уровень. 47 пункт. «Вспоминая жизнь свою, сравни прошедшее с предписанным тебе по краткой карте числа Бога, и осознай сбывшееся, а также осмысли остальные закономерности, происходящие в жизни твоей, и сделай правильные выводы, после чего используй их в дальнейшем движении». Этот пункт, возможно, один из самых ответственных и самых сложных из тех, которые здесь предписываются. Потому что здесь напрямую указывается, что надо хоть отчасти постигать славянскую астрологию. И не просто астрологию, а ещё отслеживать и вспоминать те связи, те события, те закономерности, которые происходили. Райан Провислава этому пункту часто любил уделять, как минимум, часа четыре, разъясняя его в деталях. 48 пункт. «Знаний много не бывает, посему не ленись, постигая новые ведомости, и стремись находить время для общения с рахманами и другими сведущими людьми». 49 пункт. «Но во всех жизненных ситуациях, делах и устремлениях следует помнить основную жизненную цель, которую следует передавать своим детям и учить их постижению своей истинной цели, полное самоосознание и осознание Всевышнего». 50. Следует передавать детям свои знания и свой опыт, а тот, что сам не в состоянии передать, то пусть передаст отец или брат твой. А коль никого из родичей нет с соответствующими знаниями или качеством этих знаний, обратись к перхву, стрипхву, арману или рахману, и смиренно и настойчиво проси его мудрости». То есть, соответственно, перхвы, стрипхвы – это жрецы перуна и стрибога. А арманы – это жрецы арии, так же, как рахманы – это жрецы ра. Даже по отношению к рахманам неправильно сказать жрецы, как служители, священнослужители. 51 пункт. «Выбирая духовного учителя сыновьям своим, постарайся, чтобы им стал преемник учителя твоего, который учил тебя. Ибо так ты подтверждаешь и укрепляешь закономерность. Пойми, что один и тот же предмет, омытый два раза, чище, чем два предмета, омытые по одному разу». То есть, соответственно, если представители одного и того же рода учатся у одной и той же ученической цепи преемственности, то они всё лучше и лучше друг с другом взаимонастраиваются. Ученик от своего учителя может знать о их особенностях. Они знают уже всё о той цепи ученической преемственности, в которой они учатся и так дальше. Ну, понятно, это тоже. Укрепление через материю в пылевой структуре генома. 52. «Подумай о том, что останется сыновьям твоим, когда ты уйдёшь. И подумай, насколько готовы они к самостоятельной жизни. Найди праведного побратима, у которого достойные сыновья, и отдай ему своих дочерей». Это здесь же, да, 52-й? Нет, это уже 53-й. 54-й. «Уйди на месяц из дому и проверь, насколько способны сыновья твои ухаживать за матерью своей, женою твоей, поддерживать и продолжать дела и начинания твои. А вернувшись, сделай выводы, постарайся усилить сильные стороны, и осознав причины всех слабостей и недостатков деятельности их, исправь это и преврати слабость в силу». 55-й пункт. «Полностью подготовь сыновей к самостоятельной жизни и передай им дела свои, чтобы они продолжали и развивали их. Тщательно проверь все их умения и способности и приготовься оставить их». 56-й. «Подготовь свое творение к самостоятельному функционированию, оставь в укромном месте ресурсы, с помощью которых можно будет спасти ситуацию, если что-то пойдет не так, и построив себе уединенный скит, уйди из дому». 57-й. «Осмысляй свою жизнь и готовься суммировать и передать всю жизненную мудрость и опыт детям и внукам». 58-й. «Осмысляя свою жизнь, подумай о ее цели и том, насколько она достигнута, и что будет необходимо твоим детям и внукам для ее достижения». 59-й. «Необходимо раздать часть материального богатства Рахманам и другим мудрецам». 60-й. «Необходимо совершать паломничество и омовение в священных реках. Ра, Правия, Истана, Ас, Айю, Раян, Раджа, Рамха». «Позвание рек дойдут». «Ра-река» — это Волга, «Дон Правия» — это Днепр, «Дон Истанара» — это Днестр. «Дон Ас» — это Дон, которая сейчас называется, или греки ее называли Танайс. «Танайс» — это греческое название? «Танайс», да. А славянское — «Дон Ас». Они произнесли как Танос, Танайс. «Дон Айю» — это Дунай. «Раян» — это Раин. Что за такие реки Раджа и Рамха, не знаю. В писаниях я не встречал какой-то их конкретизации с современными названиями. А еще или там все? Упоминаются эти реки в первую очередь. Здесь даже не говорится «Ра», «Река», «Дон», «Правия» — здесь просто говорится. В священных реках. «Ра», «Правия», «Истана», «Ас», «Айю», «Раян», «Раджа», «Рамха». «Необходимо совершать восхождение на священные горы» — «Урраала», «Карпат» и «Рамгор». «Рамгоры» — это те, что в Крыму. А это старое название получается, да? Да. А старое название Крыма какое? Таврида, Таврия. Тавры же там жили. Даже Аскольд именовался князем Таврической Руси. Шестьдесят два. Путешествуя, следует останавливаться у Рахманом и совершать им служение, принимая от них мудрость и осознание Ра. Шестьдесят три. Следует полностью отказаться от желания материального блага, а все те излишки, которые ты получил, но они не являются необходимыми для поддержания функционирования тела, следует отдать Рахманам смиренно и радостно. Раян Правейслав очень любил останавливаться на этом пункте и объяснять, что от несмиренных и, как сейчас говорят, от того, что отдаются не от чистого сердца, вообще нет никакой пользы для человека. То есть, когда человек совершает какие-то жертвоприношения или просто, чтобы показать, какой он великий и хороший, или чтобы как-то там еще что-то сделать такое, это не приносит никакой пользы. Пожертвования должны совершаться смиренно и радостно, как указано в Венах. Шестьдесят четыре. То есть, здесь говорится, что чем больше от Рахманов благословений на какую-то тему, тем больше вероятности, что это сбудется. И тем сильнее это сбудется. Потому что даже указываются такие ситуации, что поскольку Рахманы никогда не говорили ничего неправильного, если случайно случалось, что вдруг они что-то по ошибке сказали, то иногда это становилось правдой. То есть, уровень настолько, получается, слияния с внешним миром, что... Слово и мысль напрямую воздействуют на окружающее. Уровень сознания же более высокий. Там в Ведах приводится такой пример, что одного Рахмана обманули. Ему сказали, что есть один город, которого нет. И он как-то своему ученику говорит, иди туда и проповедуй. А ему тоже по ошибке. Вернее, не совсем то, что по ошибке, а просто перепутали географические данные. А он говорит, иди и проповедуй. Ну, в конце оказалось, что появился город. Боги создали специально. То есть, тот перешел, и там действительно город вдруг стоит. Да. Хотя не должно было быть. Он шел и знал, что там никакого города нет. И думал, где ему утопиться, или там, что ему с собой сделать, потому что он не сможет не вернуться к Рахману, не исполнив его наставления. И ему уже там жить нету никакого смысла, если он не исполнил наставления духовного учителя. И поэтому Боги и для него, и для его учителя решили сделать такое дело. То есть, в этом смысле и получается, да, что если Рахман ошибается, то эту ошибку Боги исправляют. 65. Следует у преемника духовного учителя спросить наставлений относительно путей и хода дальнейшего духовного развития. И неуклонно последовать им. 66. Следует совершать Манкараю не менее 24 кругов при среднем качестве. И 18 при седьмом качестве. 67. В день? Ну да. Здесь упоминается, что 24 это при среднем качестве, а если качество достаточно высокого, с седьмого уровня, то и 18 хватит. 24 кругу, 24 на 16, то есть, или нет? Почему на 16? Ну кругу, это 16 или нет? 108. 108 и 109 большая, но четко. То есть, 24 на 108. А, ну тут можно еще сказать о различиях качества Манкарая. 9 уровней Манкарая существует. Первый уровень Манкарая – это простое звуковое повторение. Когда даже человек может и не знать, что это такое, но ему сказали, и он думает, попробую. А может, поможет. Второе – повторение с полным пониманием смысла. То есть, человек уже понимает, что да, это имена Всевышнего, да, вот так он духовно развивается, да, это в действительности помогает. Повторение с относительным осознанием смысла. То есть, то ему сначала сказали, и он это понимает на уровне ума, что да, вот это имена Всевышнего, да, там. А со временем он уже начинает осознавать это постепенно. И это не на уровне внешне полученных каких-то данных, а уже начинает быть на уровне прочувствованного им опыта. То есть, то, в чем человек уверен на 100%, что он знает, что это именно так. Потому что он это проверил на себе, это в действительности работает. В действительности в каждом из имен Всевышнего он чувствует проявление Всевышнего. Ну и так дальше. Четыре. Повторение с задействованием всех основных органов чувств. Пять. Постоянное непрерывное повторение в уме, независимо от внешних обстоятельств. Шестой уровень. Постепенное осознание раб его имени. Седьмой уровень. Полное осознание значения Манкараи. Полное осознание. Восьмой уровень. Всецелая направленность к Ра. И девятый уровень. Полное самоосознание и осознание Ра. На высшем уровне Манкараи, она как бы уже без лошади повторяется как-то? Или как? Или... Она уже и так есть. Она уже постоянная. Нам до этого уровня ещё дойти надо. Взятая, что там полное осознание. Полное самоосознание и осознание Ра. Шестьдесят семь. Необходимо совершать отказы от удобств и привязанностей. И постепенно ограничиваться в потреблении и использовании внешнего до самого минимального. И таким путём уверенно и планомерно развивать свои внутренние качества и продвигаться в том направлении, чтобы больше излучать, чем поглощать. Шестьдесят восемь. Следует научиться меньше потреблять и больше излучать. Постепенно стараясь восстановить, открыть свою изначальную сущность и самодостаточность, которой будет возможность подпитывать и поддерживать жизнь других живых существ. Прану раздавать? Да нет. Прану это одна из материальных уже сил. А здесь имеется в виду ещё кое-что о глубине. Когда искра или дживатма, если хотите, осознаёт себя, открывает свою изначальную светимость, и уже не надо ей никакая прана. Уже и так всё, что надо есть. И возникает возможность этой самосветимостью делиться и помогать другим открыть свою самосветимость и самодостаточность. Это практически на уровне будхищества тела, что ли, получается? Можно и так понимать. 69. Следует получить от Рахманов точное наставление по совершению гьяна жертвоприношений, а совершая их со всей тщательностью, освобождённую в ходе этого силу, следует направить на просвещение искр своего тела и помощь им в самоосознании. Понятно? 70. Следует заниматься временными слияниями сознания со стихиями и богами, но, получив от них необходимое, отсоединяться, действуя так, чтобы не завязать кармических связей. 71. Просматривая жизнь, следует осмыслить и понять кармические связи, и какие возможно из них развязать с уровня аскета, а другие, потом вернувшись в мир или с помощью своих детей и внуков. 72. Следует отследить направление своего сосредоточения, осознав, как его нацеленность скажется на дальнейшей судьбе, а направленность, какой путь укажет в посмертии, и, при необходимости, исправить его, следуя наставлениям Рахманов или Арманов. 72. Следует полностью открыть все имеющиеся лучи в соответствии с предписаниями Вед, наставлениями Духовного Учителя и Рахманов. Это точно 72? 73, извиняюсь. Прошлые 72. Ты очень внимательно цифры считаешь. Благодарю. А что случилось с Ведом? Энергоны. Так проще. Я не знаю, почему нам, славянам, проще пользоваться какими-то совершенно неславянскими терминами, а когда говорятся наши родные термины, лучи, сразу все не понимают, что это такое. Лучи-то в нашем понимании больше как исходные. Исходные откуда-то, светящиеся. А вот откуда оно? А вот это как раз те лучи, которые исходят из нас самих же, с помощью которых мы можем взаимодействовать с окружающим миром. И почему они называются энергоны, это только на это ответ есть у Александра Юрьевича Кеневича. Раян Провеслав всегда говорил, что это лучи. Ну славянское слово луч. Все прекрасно и понятно. Вот есть мы, изначальная искра. У нас есть какие-то покрытия, которые нас закрывают, поэтому мы не можем воссиять полностью. И в этих покрытиях есть маленькие просветы, которые называются лучами. Через каждый определенный луч мы определенным образом взаимодействуем с окружающей природой. Понятно же? А вот когда я слышу слово энергон, то тут нужна обязательно лекция Хеневича, чтобы понять, что это такое. Хоть в слове луч все понятно, все наше, все родное. Почему же нам пользоваться заморской терминологией, а не нашей родной? Ну пока наполовину непонятные такие воспитанные. Я не против этого. Может хорошее слово, все. Но для меня родное наше слово. А на украинском как луч будет? Промень. То есть он тебе говорил про промень, получается? В частности, в самих писаниях... А промень как раз шифровывает? Есть упоминание как слова луч, так и слова промень. В древних именно древних. Мень это меня имеется в виду? Из меня? Нет. Это отдельно. Это уже лингвистика пошла. Ну вот именно то, чтобы понять суть самого слова через лингвистику. Сейчас, чтобы понять смысл, надо тогда взять древнюю письменность. А в некоторых вариантах оно еще и по третьему называется. То есть лучше в это не закапываться. В общем, это как отдельная тема. На русском языке все четко и ясно понятно, что лучи это и есть лучи. На украинском языке используется как термин промень, близкий больше к современному украинскому языку, так и термин луч. В древних текстах используются и другие термины. Суть не в этом, а суть в том, что у нас есть наши слова. Одно, два, три, десять, хоть пятьдесят, но это наши слова. И каждое из этих слов, оно... это не просто синонимы. Это наши предки их придумывали не от того, что им не было чего делать. Каждый из вариантов, он проявляет какую-то отдельную часть. А сейчас говорят, это просто синонимы ненужные. Предки там тупые были, понапридумывали. Они же как бы вот эти вот синонимы, несинонимы, каждый... Они выбирали эти слова и каждый проявлял одно и то же явление с разной стороны. Или какую-то разную грань этого явления. И вот вдумываясь в это, осознавая это, вообще можно лучше мир понимать. Через наш язык на самом деле можно изучать природу без физики и химии. Опять же, лучше идёт опять лучше. Да. Получение и так дальше. Но это отдельно уже. Благополучие. Ну да, это то же самое получается. Ну, благополучие здесь не от слова «луч» напрямую, а от слова «благополучение». Но если возьмём слово «получение», то там уже придём к этому. Хотя вот есть такое, которое... Сейчас в славянстве завелись всякие народные этимологизаторы, которые говорят, дворяне – это не от слова «двор», это от слова «два». Стрельцы – не от слова «стрелять», а от слова «три». Вот просто вчера мне послали ссылку на такой фильм, я этот бред слушал и думаю, ну, психиатры просто работы такой лишаются, непонятно почему. А кто это? Да я даже не знаю. Я этот бред просто прослушал и написал человеку, что полный бред. Первые дворяне появились, потому что они дворовые люди были. Ну да. Во дворе богатенькие были. Ну это понятно, это легко на основе простого разума всё понять. Но находятся разнообразные люди, которым хочется как-то показаться, как-то себя проявить, а у них нет ни знаний, ни умений, ничего, и начинают придумывать. И такой бред начинают придумывать, глаза на лоб лезут. Я не знаю, не стыдно вообще самим из себя такое посмешище делать. Ведь можно разбирать наш язык таким, какой он есть. И там много всего. Он настолько прекрасен, настолько многогранен, ничего и придумывать не надо. Всё уже и так есть. И всё намного более совершеннее, чем могут всякие вот эти товарищи попридумывать. Поэтому то, что кажется иногда на первый взгляд, что слова как-то похожи, или что это не всегда так, надо, чтобы понять происхождение слова, взять те слова, от которых оно произошло, и копнуться глубже и глубже и глубже. В первую очередь здесь надо не книжки современных, так сказать, славяноведов и прочих таких. А в первую очередь здесь надо старые словари. Свои головы тоже надо. Ну конечно. А куда без своей головы? Если нет своей головы, то никакие книжки не помогут. Да, будешь то читать. Будешь человек знающий, но не понимающий. А кому оно в результате надо? Ведь в Ведах говорится, что если у человека нет никаких вообще знаний, но у него есть правильное осознание, то получая знания с любых источников, имея осознание и понимание, как это знание применить, он сможет это сделать. В то же время, если у человека не будет осознания, чего ему там не рассказывай, от этого не будет никакой пользы. Получится заставить дурака молиться, он его приводит. А толку-то может? Одним дураком меньше. Но это не славянский. Христиан. Да. Ну, кстати, что-то у них это не сработало. Дураков стало только больше. Наверное, они хитро научили молиться, чтобы... Подушку подставлять, что ли? Нет, они хотели дураков... Это же тоже как появилась... Сама фраза появилась всё-таки как христианская. Доставь дурака Богу молиться, он лоб разобьёт. То есть, она может быть немножко даже... Неправильно тоже слово дурак, потому что всё-таки... Это другое, да. Немножко другое. Хотя, вообще, у этого слова было две грани, как и у многих славянских слов. И когда оно писалось в прямом писании, это означало тот, кто думает ара. Когда оно писалось в зачёркнутом писании, это означало тот, кто не думает ара. А если человек не думает ара, значит он неразумный. Зачёркнутому это как? Просто. Просто зачёркнутому. В аум-ар-асе есть такое правило, что когда слово пишется в зачёркнутом виде, то оно должно читаться не в его значении, а в перечёркнутом значении. Антипод получается, да? Нет, не антипод, а просто перечёркнутое значение. То есть, в нём этого нет? Да. Отрицание. То есть, зачёркивается не просто буква, а зачёркивается само понятие, которое эти буквы представляют. Так, 74. У нас нумерация, и всё в порядке? Ты следишь за этим? Да? Ну, так по возможности, 73-й там о чём был. Этот пункт, сколько изменичить. Да. В соответствии с предписаниями Вет, наставлениями Духовного Учителя и Рахмана. Соответственно, 74-й пункт. Следует совершать долгие и целеустремлённые манкарай разных видов с периодическим чередованием арканов, помогающих направиться к Ра. Но для улучшения направленности вверх, иногда можно использовать арканы, связывающие с Радой, Арием или Тотом. Но использование арканов, связывающих с низшими богами, может привести к сильным кармическим связям с ними, что привяжет нас и затормозит наше духовное развитие. Известно же, кто такая Рада, кто такой Арий, кто такой Тот. Так же. Ну, Рада – это сила и слава Всевышнего. Другие её имена – это Лада, Матерь Слава, Берегиня и так дальше. Арий – бог истинный прародитель Аревычей, а Тот – другое его имя число Бог, бог мудрости. Его так называли и славяне, и египтяне, и жители Европы. 75. Следует совершать обряды для развязания кармических узлов предков, упавших в низшие миры или низшие формы воплощений, и для скорейшего их возвращения в средние миры. Следует совершать обряды для развязания кармических узлов предков, упавших в низшие миры или низшие формы воплощений, и для их скорейшего возвращения в средние миры. Тризна? Ну, здесь упоминаются разные обряды. То есть, Тризна – это когда сразу, а здесь другие, просто целенаправленные обряды на какую-то конкретную ситуацию, которая была с каким-то конкретным предком, как правило. Там какой-то особый обряд, соответственно. Ну, конечно. А вот сжигание волос это тоже развязывает кармические узлы или нет? Умершего или наших, или чьих. Ну, вообще. Неси. Слушай, вы сейчас аскезы? В зависимости от ситуации. Если ты аскезы, то посещаешь какому-то предку, если... Здесь это всё уходит. Вот это. Но аскеза – это не совсем наше слово тоже. У славян было слово «отказа», то есть, когда человек отказывается от чего-то. Ну, отказывается. Семьдесят шесть. Следует совершать обряды, в ходе которых копировать и передавать свою степень осознанности родичам и детям. Семьдесят семь. Следует совершать обряды во имя благополучия потомков. Какие? Здесь не описываются. А это описывается в тех писаниях, где описываются обряды, где описываются разные родовые обряды и так дальше. Ну, а какого характера хотя бы примерно? Можешь? Человек входит в определённое состояние, когда он может как своего рода части своей памяти, части своего опыта и части своей осознанности передавать своим родным и потомкам. Не, я имею в виду, там и обряды всякие совершеннолетия, это сюда входит, да или нет? Они себе живут своей жизнью. Он себе вот где-то в скиту сидит у себя, совершает обряд. Они даже об этом могут не знать. Ну, узнают после совершения обряда, если хорошо почувствуют. Ведь здесь в этих наставлениях идёт очень интересно. Здесь идёт разграничение по 11 предписаний. Очевидно, это первая часть до 11-летия, вторая до 22-летия, там дальше 33-х и так дальше. Как они своего рода расписаны даже на периоды жизни. И, кстати, что хотел спросить, они, получается, что последовательно друг за другом, то есть менять местами их как бы нельзя, получается? Ну, некоторые, может, и можно. Ну, в общем-то, да. В общем-то, здесь прослеживается очень чёткая последовательность. Поэтому я и не хотел начинать в неполном составе, потому что у потом пришёвших не будет полного понимания. Сейчас следующую партию из 11 предписаний разбираем. 78-й пункт. Следует вернуться в мир. Слово «мир» здесь даётся через такие знаки, которые указывают не на мир, как Вселенную или Землю, а на мир, как общность людей. К своей жене и детям. Принять родившихся внуков и благословить их, полученной в отказах и манкараях силой. 79-й пункт. Необходимо передать своим детям знания, полученные от рахманов, опыт подвижничества и плоды самоосознания и осознания ра. 80-й пункт. Необходимо заняться обучением внуков и подготовить их к ученичеству, помогая твоим детям, которые будут их родителями, найти для них достойных духовных учителей, предпочтительно из учеников или преемников твоего духовного учителя, дабы очиститься трижды. Это опять соотносится с тем, что там говорилось, что предмет, который дважды моют, чищен. Последовательность прямая и нерушимая. Но ведь при этой всей последовательности, ну, преемственности, там получается, что надо еще грамотно это все устраивать, чтобы лишних кармических улов не навязать, да? Ну да. И вот это очень, кстати, хорошо относится с тем, что Трехлебов говорил, что люди сначала там занимались своей семьей, все, а потом уходили на какое-то время, занимались своим развитием, для некоторых там дольмены сооружали, ну, он рассказывал про это, а потом возвращались и обучали. Не знаю, где Трехлебов взял, но вот веды это подтверждают. Ну, он же не с потолка это вроде бы берет. Так, конечно же, не с потолка, ну, просто что, я не знаю тут источник, или это он взял у индусов, или еще у кого-то, а у них там полно искажений. Но он выбрал именно то, что не искажено, а то, что соответствует ведическим писаниям, что еще раз подтверждает его осознанность, так как он из ничего практически возрождает в своем сознании ведические знания. Ну, у них же там в округе полно этих дольменов, поэтому, я думаю, и было вообще. Но дело же не только в дольменах. Здесь вообще за дольмены ничего не говорится, здесь говорится за скит. Дело в самой идее. 81. Следует заняться обучением жены и подготовкой к уходу в лес и возвращению к Ра, пересказывая ей слова Вед и Рахманов, а также обогащая ее своим опытом и осознанием. 82. Следует назначить одного из сыновей своим полным правоприемником, который примет знак, суть, силу и предназначение рода, а в нужное время передаст сие далее. Правоприемника необходимо назначить лучшего и обучить его, соответственно, лучше. 83. Некоторым сыновьям следует дать благословение на основании отдельных родов и дать новым родам соответствующие имена. 84. Следует не менее года совершать постоянное славление с участием всех сыновей и внуков. 85. Также следует самостоятельно провести кола годовых праздниц для всех детей и родичей. 86. Каждому из внуков следует дать благословение, которое определяет их дальнейшую жизнь. 87. Необходимо гармонизировать кармические отношения жены и помочь ей в развязании узлов и отказе от привязанности к детям и внукам. 88. Вместе с женой следует дать последнее благословение и наставление всем детям и внукам. 88. В самом писании, из которого я брал это, между каждым из 11 отрезков наставлений еще описывается значительная часть беседы. Как мудрец Арви практически уже был готов закончить это все рассказывать, а Прохлада его качественно спрашивал и, соответственно, Арви продолжал. Я очень советую посмотреть те фильмы о князе Прохладе, которые есть в интернете. Там индусы достаточно качественно это сделали, там о его детстве. Оно отчасти искажено. Индусы это превратили из точных ведомостей в какую-то своего рода сказку. Из веры сделали религию. Да даже не религию, а просто сказку какую-то. Мифологию. Да. Очень это упростили, очень это так уже как-то примитивно все дают. Ну, хоть что дают, и то хорошо. Сейчас пока, соответственно, качественных славянских фильмов на такую тему еще нету. Поэтому приходится ссылаться на их. 89. Следует поселиться в лесу. Сначала в простой постройке из сухих веток и листьев, а потом и под открытым небом. Опять же, это уже наставление для завершающей части жизни. Если эти наставления исполнить там на другом этапе жизни, то совершенно не то, что надо будет. Ну да. 90. Следует совершить обряды по полному душевному слиянию с женой. То есть, когда тонкие тела полностью взаимосонастраиваются. То есть, посидится вместе с женой в этой постройке. Ну, очевидно, да. С несколько жен, пусть несколько. Да, наверное. Хоть здесь не указывается, поэтому есть свобода. Ой, чё, шалашно. Так что, плавнее, что и он придется брать. Ну, сказано же, что потом под открытым небом. Ладно. 91. На новом уровне... А, погоди, а 90... А, или это вот следует совершить обряд? Да, это 90. На новом уровне совместно следует очистить и полностью проявить свои лучи. То есть, вместе им надо, двоим уже. 92. Следует запустить на полную мощность работу всех 36 огненных колёс. Известно, что такое огненные колёса, так? Чакры, что ли? Ну, чакры, это только самые такие яркие, а ещё есть некоторые. Вместе здесь упоминаются основные 36. Изучая их свойства и осмысляя способы их применения при просвещении искр своего тела и дальнейшем вознесении. 93. Следует поднять ярорость и распространить её по всему телу. Ярость – это то, что индусы называют кундалини. Ой, это ужасно. Я помню, я пытался, случайно, когда раскачивал эту спингаву, и у меня эта кундалини, короче, говорят, как ломанулась по позвоночнику, и я её только вот здесь вот смог остановить уже. Но ощущение такое, что вот лом тебе вставили в одно место. Да, похуже, она спалить может всё тело. То есть, мне просто предупреждал человек, который со мной занимался, что говорит, либо ты, говорит, станешь очень просвещенным, или сдохнешь, либо ты сойдёшь с ума. Так и Раян Провеслав говорил, да. Я, то есть, остановил её? Да, и Раян Провеслав говорил, что перед тем, как ей заниматься, надо полностью свою жизнь изменить и жить в чистом месте, думать полностью чисто, иначе невозможно с ней совладать. Иначе огонь из глаз пойдёт, как ты, я бы сказал. Да если огонь из глаз, это даже не так страшно. Самому же сгорели. Ну, я и говорил об этом. Я начал только заниматься, фактически, сколько, месяц или два, по-моему, я только начал, как вот, заниматься медитацией, то есть, раскачивать, фактически, своё тело. То есть, за два месяца такая фигня случилась. Ну, если её использовать, если её грамотно использовать, то можно много хорошего наделать. Девяносто четыре. Следует не менее четырёх лет заниматься Манкараей на самом высшем уровне. Помните, девять уровней Манкараи? На самом высшем уровне. И полным, и всесторонним устремлением сознания к Ра. Девяносто пять. Следует не менее полугода посвятить молчанию и столбничеству. Столбничество – это отказ от движения. Когда человек принимает ровную позу, как правило, стоя, или, ну, иногда сидя, не двигается ничем, ни руками, ни ногами, даже волосами не двигается. А чем, как питаться? А вот он уже всё это исполнив, умеет полгода прожить и без питания, очевидно. Ну, сейчас-то сложновато. Там же перед этим предписывалось, что надо свою самосвятимость открывать, чтобы не только самому достаточно было, а чтобы ещё и других подпитывать. Это же всё предписывалось. То есть, если мы то прошли, то это уже легко. Райан Пробеслав, что из этого выполнил? Так, давай сейчас запишем, потом перейдём к Райану Пробеславу. 96. Следует не менее полугода совершать девятикратное омовение в реке в один день. 97. Следует многократно с женой проводить тренировки по распространению ярости по телу и вознесении и точно договориться относительно того, что будет делать кто, в какое время и как, полностью распланировав процесс вознесения. 98. Следует полностью отказаться от поглощения пищи и ни в каком виде не принимать в своё тело новые искры. Те же, что есть, следует всячески просвещать и повышать их уровень осознанности. Те же искры, которые не поддаются просвещению, следует вывести из тела с выделениями. 99. Распалив огонь ярости, следует вложить в него подобие своей осознанности и, сжигая своё тело, передать подобие своей осознанности всем искрам, составляющим его, и вместе с ними вознестись. Райан Пробеслав приводил такой пример, что так как мы в воде можем придать определённые качества, там вкус, цвет, ещё что-то, как мы воздуху можем придать качество нужного запаха и так дальше, так и огню можно придать нужное качество, чтобы через него передать свою осознанность всем искрам. Тяжело представить, как это, но, тем не менее, очевидно, это возможно. Это как раз, видимо, через кундалини, там же говорится, распалив огонь ярости. Ну да. То есть вот этот огонь надо распалить и вложить в него подобие своей осознанности, а дальше уже с помощью этого огня распространить копию осознанности всем искрам. То есть это полностью контролируемый процесс получается, короче. В идеале, да. От начала и до конца. Арвий сказал, «Теперь ты познал всё необходимое для духовного развития, и ты достигнешь высшего успеха на всех ступенях развития. Ты заслужил место среди богов, и тебя будут прославлять многие тысячи лет. А твой пример станет одним из примеров совершенной жизни на всех её ступенях, и его попытаются повторить многие, но далеко не всем хватит соответствующей решимости и силы повторить твой путь. Пусть сила моих многих отказ и манкарай станет тебе благословением». Прохлада сказал, «Омолю тебя лишь об одном. Сообщи, как я должен послужить тебе за получение сих сведений». Ну там они ещё дальше общались и общались. Общались и общались. Ну да. А потом Прохлада встретился с Геракелышем. И Геракелыш сказал, что никакого Всевышнего нет, что Геракелыш сам главный бог, и служить надо только ему. Прохлада с этим не согласился. Геракелыш его и под слонов, и под тигров, и под медведей, и под кого хочешь бросал, и стрелами, и чем, и саблями пытался зарезать. Ничего не помогало. Ну там это отдельная уже история. По полу девяносто девятого пункта. Да. Это фактически идёт распространение сознания на иные животных. То есть своего собственного тела. Ну и должны отдать копию своей осознанности им. Ну вот понятно. То есть это фактически описывается подъём их уровня развития. Или вот то, что Трехлебов приводил, символический пример, стать вот той ниткой, которая объединяет чётки. Сказать очень просто. Прочитать ещё легче. Пофилософствовать легко. А вот когда задумываюсь над этим, как это исполнить, ведь это ж ко всему этому надо готовиться, это всё планомерно. Раян Провейслав в деталях по каждому из этих пунктов давал наставления. Раян Провейслав не принадлежал к княжеской касте. Он Рахман. Поэтому для него эти пункты полезны в плане передачи их людям. Но для него, как Рахмана, были другие предписания. И для него в первую очередь это получить знания от его духовного учителя, хранить знания и передавать другим. Практически сейчас мало у кого из нас, да возможно даже и ни у кого из здесь присутствующих, не хватит силы и возможности исполнить все эти наставления. Но дело в другом. Дело в том, что в Ведах говорится, что чем выше мы поставим себе планку, тем лучше. Потому что если мы поставим планку там самую высокую, то даже если мы её не достигнем, мы всё равно достигнем какого-то высокого уровня. А если мы просто поставим себе планку наесться, там напиться и поспать хорошо, этого легко достигнуть. И даже если мы это достигнем, ничего хорошего с этого не будет. Поэтому даже если мы не достигнем возможности вознесения, не страшно. Если мы пойдём путём развития, в любом случае это хорошо. Понятно же это? Вот 90 пунктов зачитаны. Ну тут, значит, каждого пункта можно долго, да, рассказывать? Раян Провислав часами их разбирал. Как-то я помню, что он с одной из группой учеников несколько недель это разбирал. Ну там это его старые ученики, там им многим уже по 60, по 70 лет было, они приехали к нему. И вот они там в последней части особенно разбирали. Они ему говорят, ну как же нам это сделать? Он всегда с любовью, с таким настроением рассказывал, что даже иногда было не важно, что он рассказывает, а важно было рядом побыть, послушать его. И то хорошо было. А вот в шахте это и есть как благословение, если получается, в коем-то смысле? Ведах, термин шахте я не встречал. Ну а... Как синонимы, возможно, божественная сила, благодать. Вот у меня нету прямого такого аналога славянского термина в шахте. Вот благодать, да, соответствует. С другой стороны, божественная сила соответствует. С третьей стороны, возможность влиять на окружающую среду соответствует. Но прямого аналога нет. По крайней мере, я не знаю. Шахте это некий такой обобщенный индийский термин, что получается, или что-то такое. Это такой санскритский термин, который обозначает ряд смежных понятий, но которому нет прямого аналога в нынешнем славянском языке. Что-то как-то грустно стало после этих 100 пунктов вообще. Нет, не 100, только 99. Почему грустно? Еще 300, скажи, там есть. Зачем оно тебе надо? А, ты хочешь там взять? Нет, чтобы он... Порадовать. Чтобы он обрадовался, что есть. 300, кто его не включает, вот тебе... 365 ты вот этих хочешь? Да, да, да. Нет. Ну что, порадовать, знаешь. Это уже только для священнослужителей. Только для тех, кто прошли все обряды, кто уже полностью решили. Я который там прихлевал в книге 64. 64 обязанности женщины, я вижу. Ну там мужчины и женщины. Ну хорошо. Там скамасутра, по-моему. Понимаете, здесь чуть-чуть разные подходы. И я уверен, что совершенства много не бывает. И если мы будем улучшаться, используя разные источники, то что там плохого? Главное, чтобы не использовать те источники, которые призывают нас к деградации. Это ж понятно. Или нас призывают к развитию или к деградации. Это легко определить. Поэтому, независимо с какого источника, хоть с кабалы, хоть с предания какого-то племени, вуду, еще откуда-то. Если это нас направляет на духовное развитие, значит это хорошо. А если это направляет нас на деградацию, зачем оно нам надо? В тех же ведах можно найти наставление относительно того, как правильно убивать ритуальных животных и готовить их мясо. И если взять вот эти тексты и издать их без пояснения, что это делалось в предыдущей эпохе, без пояснения, что это делалось очень квалифицированными людьми, и без пояснения, что сейчас такого делать вообще никак нельзя, но это будет текст, который будет полностью ведическим, полностью каноническим, но который будет направлять на страшнейшую деградацию. Хотя все четко можно перевести по ведам, там, слово в слово, но без общего понимания это страшное идеологическое оружие будет. Там описывается как... Я даже не буду говорить, что там описывается. Можно камера отключить. Все равно не буду. Не надо. А почему когда-то это было можно? В двух словах. Потому что были люди, которые имели достаточно высокий уровень развития, и они могли, убивая животное, полностью его перестроить. Они могли загнать в огонь коня, и из этого огня выходил человек. Они продвигали по кармическому... Вот так как здесь говорится, что на огонь ярости, на огонь ярости надо наложить копию своей осознанности. Они могли такую копию наложить на жертвенный огонь. И получается, они делились своими знаниями, своим осознанием с лошадью, которую загоняли. А, вот она как технология. Все думали, как же это там. Но лошадь, конечно, не очень хотела туда идти. Да загоняли кнутами, били, кололи сзади. Главное, чтобы тянули. Там цепями описано, там два должны с одной стороны тянуть, остальные там подгонять должны. Это все описано. То есть, вот это до мелочи описано. Обряд, как это делается. Причем, в нем есть даже такая хитрость, что если даже его неправильно сделать, все равно тот человек, который это сделает, получит колоссальные мистические способности. Почему это сейчас? И ни в коем случае нельзя разглашать. Что есть, то есть. Ну, правильно сделать, это же тоже растяжимое понятие получается. Правильно сделать, это передать этому коню свою осознанность. Не, ну вот то, что ты сказал, что даже если кто-то, типа, не совсем правильно там это сделает. Если кто-то не сможет это сделать, но он сделает вот это все, то в ходе исполнения остальных тонкостей, которые сейчас легко исполнить, легко, например, найти поле, легко все необходимые предметы найти. Я же за это и говорю, что сейчас никто свою осознанность не сможет коню передать. А в итоге получится... Да, сделав все без этого, все равно человек получит огромные мистические силы. То есть... А если он не имеет соответствующих качеств, чтобы их правильно использовать, это будет очень мощный, очень качественный, зловредный демон. Понятно. То есть это опять связано с работой мысли формы напрямую с внешним миром как-то? Из-за этого нельзя делать? То есть кто не контролирует свои мысли, тому это вы... Да никому сейчас это нельзя делать. Мы сейчас все настолько деградировали, что у нас нет той чистоты, чтобы сделать все правильно. Мы свои искры не можем правильно просвещать. Что нам говорить за... Чужие. Ну да, да. Что там смотреть будете? Там же археологические находки славян наших. А, новую же? Новую же? Да, там, кстати, коллекция какую-то. Даже я не с этой точки зрения это решил сделать, а с точки зрения того, что там есть очень много предметов, на которых явно видна ведическая символика. Надо их хорошо сфотографировать, надо отснять видеоматериал, чтобы это показывать людям, чтобы они понимали, что все, что есть, оно есть, и ведическая традиция в действительности была, и несмотря на всяких переводителей, которые сейчас пытаются исказить ведическую традицию, есть основания и есть все возможности познать ведическую традицию такой, как она была в чистоте, и следовать ей. Так что, в 11 встречаемся возле музея или как? Ну да, там у Спасских ворот можно. Можно выходить из метро, наверное. Там посмотреть, где лучше встретиться. Какого метро? Переварить сначала всю эту информацию... Райан Провеславу разбору каждого пункта там часы уделил, поэтому... В нашем случае пока... Да я не имею настолько полного образного понимания каждого этого пункта, чтобы так это раскрывать, как он сделал. У меня пока вообще никакого образного понимания пока нет. Ну так, какой-то вот размытое где-то, что-то как-то вот. Надо все все равно заново просмотреть, над каждым пунктом думать. Сразу так... Ну да, как-то в 12 минут там сформировать и все, это... Ладно, кучу... Согласен, это надо думать, осмыслить. Раскладывать по полочкам, в голове. Ведь, как правило, по ведическим предписаниям, если что-то такое делается, то сначала дается что-то краткое, люди это осмысляют, дальше это развивается, развивается, развивается. А вот как... Поэтому есть веды, есть ведические писания, есть оповеди и так дальше. А оповеди это что идет? Это... Опа, опа? Вот как есть повесть, а есть оповещение. А, оп. Так вот и... Опа или опа? Опа. Так и относительно веды есть то же самое. И все это части ведических писаний. Потому что кроме самих вед, где это было все достаточно детально расписано, еще существовали писания, где вообще каждый пункт разжевывался. Уже до такого, что буквально возьми такой материал, сядь так, сделай так, под таким углом, в такой день и так дальше. То есть вся структуризация, как бы, может быть... От более такого обобщенного ведического понимания до прямого, конкретного, что и как сделать. Как пример можно взять Вимана Шастру. Это не является ведой и не является уже полностью рожеванным писанием. Но оно является как промежуточным. В нем много ссылки на другие писания. И это оповедь можно назвать или нет? Своего рода. Вимана Шастра – это писание, которое посвящено и является как коротким конспектом по ведическому самолетостроению. Да, слышно. У тебя даже такая брошюрка была. Да. Ну, она на украинском языке еще. Как вот эти 99 обязанностей соотносятся с 64-мя или 64 обязанностей, которые приводятся в книге Кощуны Финиста, откуда они берут свои корни? Вот откуда берут Кощуны Финиста, надо взять Трехлебова, спросить у него. Нет, я имею в виду вот эту, как ее называют. Здесь не надо путать линейку с термометром. Дело в том, что то качество, которым должен обладать человек, а это прямые наставления на каждом этапе жизни. Здесь вот прямо вот в начале, делай так, там, почитай родителей, все такое, потом хорошо учись, потом давай семью строй, потом все это облагородь и сделай так, чтобы они сами развивались, уйди, обучись, прийди, обучи, подготовься, уйди, вознесись. Прямо расписано вкратце вся жизнь. Ну да, такой жизненный план. А даже то, что касается 64 обязанностей женщины, это не факт, что сначала надо развить первую, потом вторую, потом третью. И не факт, что это какие-то есть возрастные там критерии. Да, в самом конце там идет, что надо за мужем женщине следовать в иномирии. Но только что это уже как самый последний пункт. Ну, к этому пункту, с другой стороны, можно, как говорится, с молодого возраста готовиться к женщине. Ну да, можно. Ну, получается, что значит... Вот там я не прослеживаю прямой последовательности. Может, она и есть, я ее не отвергаю, но я ее лично не прослеживаю. А здесь прямая последовательность. Прямая. И вот здесь как раз, не знаю, может, какие-то нюансы еще можно как-то переместить, но основную часть, даже, наверное, никакие нельзя перемещать. Потому что это мудрец дал именно в такой последовательности, как оно должно быть, значит, оно таким должно и оставаться. И осмысляться тоже у них последовательность должна. Ну, очевидно, так. Я имею в виду, что, значит, для женщин наверняка тоже есть какие-то вот что-то... Наверное, только надо более внимательнее прочитать веды и найти, какая женщина кого-то там допытала и кто ей чего сказал. Ну да, и в то же время я к тому, что для мужчин, значит, должны быть какие-то 64... Они есть, я их читал, у меня их с собой просто нет. Я понял. Но они как зеркальные относительно женские. Ну да. Ясно. Но это можно какое-то тоже, как в качестве продолжения сделать, можно и тоже разобрать, если будет у тебя желание. У меня писания того нету с собой. Нет. Оно на Украине. В следующий раз, когда оно. Ну да. Ну да. Ага. А по поводу смешанных браков. Есть смысл задать? Кого? Кого с кем? Гульдога с носорогом? Нет. Белых с желтыми, например, смешанные браки сейчас очень много по... как бы практикуются и... Я к этому никакого отношения не имею. Мои предки ни с желтыми, ни с черными, ни с серыми не смешаны. А вообще, то есть, на этот счет есть мнение, как вот развязывают такого рода узлы просто? По родовой части, да, легко там взял, там, ушел. Да ничего легкого нету. Там, если уже генетика смешанная. Ну, это уже появление, как подвидов, промежуточных подвидов. Ну, если детей нету, скажем, да, есть порядок совести, порядок рода. По роду, да, но если ты по совести считаешь неправильным бросить женщину, которая к тебе тянется, то получается, что ты мало того, что пытался как бы с ней смешаться, то есть... Так, в ведах так и говорится, что если женщина просит защиты, ее нельзя отвергнуться. Ну, если она не твои фактически... А в ведах говорится так, что если женщина просит защиты, если она не является убийцей, воровкой, наркоманкой, проституткой, и там, и перечисляется целый список всяких гадостей, которыми может являться женщина, если она не является какой-то из таких гадостей, ее надо принять. И там не говорится, что только белая, или там, желтая, или зеленая. Да, наверное, хоть фиолетовая. Просто что, как основная жена, от которой основное потомство, должно быть соответственное. То есть, с ней как таковой смешиваться нельзя именно то, что детей рожать. Так что получается? Ну, практически. Она может с тобой жить. Ну, ведь в древности же многоженства было. И если у какого-то князя, или просто у человека была его соответствующая жена, которая рожала ему преемников, а там, например, какая-то инородная женщина к нему попросилась. Но он мог даже, может, с ней кого-то зачать, когда у него уже все зачатые. Это надо поучение Саагаста, а взять и чужих жен. Там вот это очень хорошо описано. Он посвящает этому целую главу. Еще 7 тысяч лет назад. Ну, это не издано еще, да, Саагаста? Вот сейчас человек, который здесь был, он занимается переводом на русский язык. Какого? Я со старославянского на украинский сделал. Он сейчас занимается с украинского на русский. А не получится, что эти терминологии будут разные? А я ее потом проверю и подредактирую под соответствие. А в численном виде старославянский был за вас соответствующий? А кто его будет читать? Я, что ли, один? Да я его и так могу прочитать. Если было много денег, мы могли бы издавать там огромные книги с радостью. Пока у нас нет миллиардов долларов, и если есть возможность что-то издать, то что-то такое издать, что люди смогут прочитать, и что они смогут как-то использовать или как-то дальше изучать. Сейчас издавать какой-то текст на старославянском я не вижу никакой целесообразности. Найдутся те, кто смогут его прочитать, единицы. Вот Аум-Ар-Асия, текст именно по древней письменности, я планирую туда поместить отрывки из разных древнеславянских писаний, чтобы у людей просто был как образец, что переводить, то есть рабочий материал для изучения древнеславянской письменности. Аум-Ар-Асия, описание древней письменности, плюс рабочий материал по тому, как ее познавать и изучать. Но не много, не целая текста. А так, чтобы полностью издавать, пока таких планов у нас нет. Хоть если есть желание, если есть кто-то хочет пожертвовать, можно на такое соответствующее, если будет пожертвование, издать там тираж какой-то на старославянском. Тексты эти все есть. Можно хоть репринтовое издание сделать, хоть какое угодно. Что веды предписывают делать мужчине, если он не может найти себе жену? Женщине. Ну, то есть, соответственно, что делать? Что делать мужчине, если женщина есть на примете, например, встречались на празднестве или в дороге, но она по каким-то причинам недостижима, например, неизвестен адрес и так дальше? Искать до последних сил или выбросить эту идею из головы и выбирать из тех, кто есть под рукой? Какие варианты решения вопроса в данном случае рекомендуются ведами? Вот вопрос такой. Ну, там два вопроса как бы. Первый... Ну, это практически вообще один вопрос. Ну да. Только как разные его грани, возможно. Ну, во-первых, в ведические времена было чуть-чуть полегче, так как, как правило, и люди все следовали одной традиции и понимали, что если они нормальные, то можно совместно духовно развиваться, а ещё родители помогали в этом отношении очень сильно. Ну, если вот ты точно по каким-то критериям уверен, что тут твоя вторая половинка, то, возможно, следует её найти. Хотя неизвестно, что будет, если ты с ней соединишься. Здесь очень много нюансов. А как вы её определили? Я это делал по астрологии. Я точно знаю, где, так сказать, моя вторая половинка, как звать, где живёт, чем занимается. Всё это есть. Но по определённым причинам я никаких не собираюсь предпринимать действий для того, чтобы как-то с ней развивать супружеские или какие-то другие отношения. Есть свои причины. Ну, по крайней мере, я точно знаю ответы на целый ряд вопросов в этом отношении, потому что с определённого возраста я начал замечать, что появляются некоторые мысли, появляются образы и прямо видение каких-то помещений, каких-то людей, каких-то ситуаций непонятных. Я такого нигде не видел. Да и на прошлой жизни это не похоже. А это просто были временные соединения сознания с ней. И как видел то, что видит она в этот момент. Когда я узнал конкретно, где она, что и как, я тогда понял, о, прекрасно! Ответ на один вопрос найден. Это не просто какие-то глюки и непонятные соединения с каким-то человеком. Это то, что, в принципе, по природе и должно быть. А этот метод астрологический, как бы занять? Как это изучить? Что-то применять как-то. Пока меня Раян Правеслав научил имена высчитывать, пока я это всё изучил, там годы ушли. Я не представляю, это надо только священнослужителям передавать. Я это не имею права так рассказать. То есть, это нельзя выучить, но можно обратиться к компетентному человеку? Наверное, так, что ли, получается? Практически так. А, то есть, можно? Ну, другой вопрос, а нужно ли? Какой же? А нужно ли именно наша половинка? Готовы ли мы к настолько серьёзным изменениям? Для себя решил я лучше так, что лучше пусть она живёт отдельно, я отдельно. То есть, это может быть настолько радикальная половинка, что с ней будет там очень аскетично существовать или нет? Я не решил, то есть, когда я узнал, где она что и как, это не значит, что она такая там ужасная, страшная какая-то там, ну, не знаю, на всех кидается, всех кусает, и поэтому я решил, не-не-не, не надо. Нормальная, хорошая, интересная и видом привлекательная, и всем никаких претензий таких нет. Просто по более глубинным причинам я решил, что лучше не надо. Это не связано ни с характером, ни с внешностью её, ни с там ещё чем-нибудь таким. С будущими событиями? С тем, что я понял, насколько это всё может повернуть, и я понял, что нет, я этого делать не буду. Ты не готов или, как бы, или это что-то ужасно? Это не ужасно, но в этой жизни я это делать не буду. То есть, не тот, не тот, как сказать, не то время, не то место? Какой же должен... Это идёт... Вот даже тот... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok